А накануне юбилейной даты ветеран получит еще одну награду – юбилейную медаль «70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы». Отмечены ей будут 11 тысяч наших земляков. Из них свыше 6,5 тысяч – это жители города Петропавловска. Подробнее о том, кто имеет право на награду, расскажет Кристина Горбаченко. Последний раз памятную медаль в честь победы над фашизмом казахстанцам вручали в 2010 году на 65-летие со дня окончания войны. С лета 2014 года в стране начали формировать списки получателей новой награды. 19 января 2015-го президент Республики Казахстан подписал указ об утверждении правил награждения единой юбилейной медалью «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Число тех, кто может на нее претендовать в Петропавловске, превышает 6,5 тысяч человек. На основании пенсионных дел совместно с филиалом Сверхгостанского центра по выплате пенсий нами составлен список граждан, которые подлежат награждению юбилейной медали. В соответствии с указом президента таких категорий 14. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, партизаны, подпольщики, малолетние узники фашистских лагерей, жители блокадного Ленинграда, иные категории граждан, приравненные к участникам инвалидов Великой Отечественной войны. Кроме этого, будут награждены юбилейной медалью лица, проработавшие в годы войны не менее 6 месяцев, а также граждане, которые награждены медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. При Акимате города Петропавловска создана рабочая группа. Сейчас специалисты уточняют адреса и контакты каждого получателя. Списки тех, чьи данные неизвестны, будут периодически публиковаться в средствах массовой информации. Стоит сказать, награды будут именными. К ним прилагается удостоверение. Юбилейные медали участники войны получат до 9 мая. Награждение будет производиться по месту бывшей работы. Все пенсионеры, ветераны войны и труда, которые утратили связь с производством, будут награждаться в учреждениях образования, культуры. Большая часть медалей будет вручена на дому. Также на основании пенсионных дел составлен список горожан, имеющих двойной статус. Это, к примеру, многодетные матери. В то же время они еще и труженицы тыла, и вдовы-солдат победы. Что касается тех, кто не имеет права на юбилейную медаль, так это родственники участника войны. Дети, внуки, братья, сестры или же вдовы-ветеранов, не внесшие вклад в победу. Кристина Горбаченко, Роман Куценко, Новости МТРК.